Алексей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы к вам по такому поводу. В сети появилась информация, что вы добираетесь на работу на велосипеде. Это так? Да, это правда. Тогда я предлагаю, вы могли бы нам показать, где вы добираете, где происходит? Давайте покажу вам велосипед. Давайте. Прямо из кабинета главы облсовета мы направляемся во внутренний дворик облгосадминистрации. Спуститься с четвертого этажа Алексей Алексеевич предлагает пешком. Говорит, так быстрее и, несомненно, полезнее. Вот его она, мой велосипед. А почему приходится парковать? Представляете, оказалось, что в областном совете нет велопарковки. Сегодня мы уже, я дал соответствующее поручение, занимаемся этим вопросом. А пока вот оставляю просто здесь во дворе у двери. Решение ездить велосипедом на работу Алексей Гончаренко принял по трем причинам. Во-первых, он уже давно ведет здоровый образ жизни. Во-вторых, уверен, что в тяжелое время, когда стране нечем заправлять военную технику, экономия топлива будет не лишней. Однако полностью отказываться от передвижения на машине глава облсовета не намерен. Я все-таки не смогу полностью отказаться от автомобиля, потому что, если надо поехать в другой конец города, а тем более по Одесской области, то на велосипеде это сделать сложно. И плюс разные бывают погодные условия. Но все-таки это позволит сэкономить топливо. И все-таки очень важно, мне кажется, показать пример. Показать пример, что давайте вести здоровый образ жизни, давайте уважать окружающую среду, беречь экологию. Алексей Гончаренко уверен, что украинским политикам следует брать пример с Европы, где люди, занимающие высокий пост, разделяют образ жизни своих избирателей. А удобно с портфелем ездить? Да. Илона Гонзий, Александр Нелупов, Думская ТВ.